...потому что наше законодательство несовершенно. Почему оплаты меньшим рот, чтобы управлять подчиненными? Мой ответ пересекается с вредом Давида. На вопрос, почему оплаты меньшим рот, я отвечаю, что при оплате труда в расчет берутся все суммы, то есть это указной оклад, и денежные, и ежемесячные отношения, и накладки, и уже из этого складывается оплата труда, что суммы принесли в рот. Пожалуйста. Мой ответ — это пол. В соответствии с военными бюджетами. Понятно. Чтобы быть ближе к народу. Понятно, что я предлагаю голосовать. Какой ответ вы считаете наиболее приемлемым для данного вопроса? Для себя нельзя. Для себя нельзя? Давай только еще раз озвучивать их, а то я опять забыл все. Давайте, читай. Заново? Короче, если можно. Потому что ниже мрот не может быть заработная плата, не оклад. А заработная плата состоит из оклада, поощрений, отбавок. А оклад может быть ниже. Кому нравится ответ, Давида? Одному человеку. Ниже. Потому что наше законодательство не совершено. Ниже. 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 Не. Просто, кажется, ответ от Давида и Татьяны более очевидный. Давайте проголосуем за неочевидный ответ. За ответ Ниже. Ниже. За ответ Нише. Мой ответ — потому что наше законодательство не совершено. Ниже. 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 А как звучал вопрос? Почему оклад меньше мрот? Почему оклад меньше мрот? Ответ, потому что наши законодательства не совершены. Кто с этим не согласен? Таман Григорьевич. В принципе законодательстве или конкретно в данном случае? В данном случае оклад меньше мрот, потому что законодательство не совершен. Таман Григорьевич. Еще, может быть? Все остальные согласны? Нет. Татьяна? Три. Антон, согласен? Нет, согласен. Четыре. Он только согласен. Поднимай руку. Четыре. Согласен. Антон, Татьяна, Роман Григорьевич и Давид Миша. Выбери себя. Про-опонент. Роман Григорьевич. Про-опонент. 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 Роман Григорьевич? Нельзя играть. Почему? У вас исключили шага. Дискриминация. Ну, надо бы это давить. Давид. Что нужно сказать? Не согласен с Мишей. Ну, я считаю, что в данном случае нельзя говорить о несовершенстве законодательства, потому что, по моему мнению, в данном случае в государственной службе процентное соотношение и надбавки за условия и условия, они должны формировать заработную плату. Это позволяет стимулировать работу гражданских служащих и повышать уровень, собственно говоря, эффективности, интенсивности работы. Поэтому размер оклада должна снова, даже если он является меньшим родом, не является чем-то несовершенным, по моему мнению. Тебе понятна критика? Понятно. А ты согласен с Мишей? Нет, не согласен. Контр-довод. Спешить надо, чтобы люди другие контр-довод. Так. Все понят критику Давиду? Мне тоже понятна. Спросите, кто не понял, кто не понял или кто понял. Ну так. Кто не понял, критику Давиду. Всем критика понятна. Контр-довод какой? Да. Я просто что искал на интернете изначально, я посмотрел из чего, что такое онкод, оклад и так далее. Так вот, ты как бы правильно рассуждал, но не достоверно. Размер оплаты труда действительно состоит из частей, одна из которых является базовая основная часть оклад. И указано в ТК, что базовая часть определяется из основной системы оплаты за работу, и ее размер не может быть меньше МРОТа. Соответственно, здесь базовая часть оклад меньше МРОТа. Вот мой вопрос. Вот ответ. Всем понятен контр-довод какой? Нет. Понимаете, кому понятно или нет? Всем понятно? Да. Кому не понятен контр-довод какой? Да. Мне не очень, конечно, надо тоже. Давайте зачитаю. Да. Заработная оплата работника является вознаграждением за труд, ну, бла-бла-бла. Она состоит из следующих частей. Базовая основная часть оклада. Второе. Выплаты компенсационные. Третье. Выплаты стимулирующие. Базовая часть определяется из основной системы оплаты за работу. Ее размер не может быть меньше МРОТа. Кому не понятно и непонятен контр-довод Миша? Всем понятно? Да и тебе понятно? Мне понятно. Ты согласен с контр-доводом Миша? Нет. Не занимайся. Почему? Ну, потому что, то есть, Михаил считает, что в приведенном данном списке незаконно выплачивается, правильно, должностной оклад работнику старственной службы? Именно. Ну, как не незаконно? Неправильно. Мало. Неправильно. Очень незаконно. Если базовая часть не может превышать, значит, меньше, чем МРОТ, соответственно, люди могут смело подавать в суд за то, что им не доплачивают зарплату. Правильно я понимаю? Да. Понятно. Ну, я не согласен с этим, потому что я считаю, что если установлен законом, и тем более в такой организации, соответственно, это выплачивается соразмерно. И то, что оклад ниже МРОТ, я до сих пор считаю, что это не влечет каких-то неэффективностей законодательства. Конечно, всегда хочется больше, понятно, но в данном случае и на денежные поощрения, и на бабки они учитываются при составлении МРОТ. Кому непонятно? Критика Даритова. Роман Григорьевич? Кому понятно? Кому понятно? Всем? Да, никому непонятно. Переформулируем. Нет, я могу сформулировать. Потому что там было два ответа, и я второй ответ не ответ. Пожалуйста, а чем Вы все-таки основываете? Был приведен текст нормативно-правого акта, а какие у Вас аргументы к тому, что все-таки МРОТ входит и вот эти ежемесячные денежные поощрения? Ну, насколько я помню, это тоже закреплено в трудовом законодательстве. Мне сейчас, ну, я не могу конкретно привести, надо изучать, но насколько я помню, это тоже приведено в законодательстве, что МРОТ складывается из, точнее, МРОТ, заработная плата не может быть ниже МРОТ, и именно заработная плата складывается из вот составных частей. И, конечно, мне сложно сказать, потому что у меня сейчас нет возможности привести конкретно эту статью еще что-нибудь. Их переведет, да? Да, кому не то нет. Я понял. Да. Всем понятно. Ну, учитывая, что у нас времени мало, предлагаю голосовать. Кто согласен, что ответ Миши, позиция Миши верна? Поднимите руки. Верно? Да. Трое. Кто согласен с тем, что позиция Давида? Вот. А ты не можешь за себя голосовать? Можешь. Тогда я бы сейчас за себя тоже голосовал. Голосуй. А, суки, поменяется. Да. Победил Миша. Ее позиция. Спасибо. Спасибо. Рефлексируйте. Ну, давайте, по одному предложению. Как сегодняшнее занятие. О, Миша. Мне все, как всегда, понравилось. Мне не нравятся эти пары. Ты хорошо все провел. Единственное, мне всегда не хватает, вот у нас есть система, в которой мы работаем. Вопрос-ответ, ответ-вопрос. Мне не хватает момента на споры и топы. Критики. Да. Особенно, если твоя позиция была отстранена, но тебе было бы интересно ее развить. Ну, то есть, как-то, бывает, приходится ждать белую камеру, а мне неинтересно было. Укругляет. Мне так все нравится. Мне очень понравилось. Было очень легко, непринужденно. Даже никаких минусов не могу выделить. Только что спасибо. Ну, для меня, конечно, было открытие, что Минюст такие косяки допускает. То есть, ну, я как понял изначально, на прошлом я тебе говорил, что Минюст – это что-то, связанное с правом, как бы, независимо от государства. Но этот кейс показал, что Минюст тоже под государством. И хотя тут явно, ну, я так, мне доказали, что это нарушение законодательства, именно Минюст у себя же это легко терпит и встроил в эту систему принуждения своих человек. для меня это было открытие. И я это связываю с тем, что технология была соблюдена, занятие было соблюдено как много. Потому что так, за короткое время, такие большие смыслы были получены. И я не знаю, как это было. Спасибо. Ну, мне в целом занятие понравилось. Понравилось то, что оно было на положительной физическом ноте. И довольно-таки быстро все прошло. Вот. И, как Аман Григорьевич рассказал, что мы немного успели дать треймера, это крайне смотря на то, что были ограничены вокруг. Спасибо тебе. Посвящ envy, Т attributes. Я остался сильно болен, время увеличивало весьма незаметно, чего порой нельзя сказать о других парах, вот. Так же мне не хватало от petites более таких критических моментов, где мне было бы так поспорить, что-то возразить. И вот я тоже — удивлен выводили, во всеx и понимание почему его для ciekра основ plg У всех одинаково. Уже понятно, что времени нет, но я сам постараюсь разобраться на это. У всех должностей процент оклада одинаковый, хотя функции у всех разные. И считаю, что оклад тоже будет разным в процентах. Но там есть различия, корреляция. Да, тут все одинаково почему-то. Олег? Я присоединяюсь к музыкантам и мне добавить нечего. Согласен со всеми. Все.